При злокачественных новообразованиях конфликта интересов у меня нет. Вообще, в принципе, как и многие тесты, PD-L1 может быть подразделено на два больших вида. Это когда результат теста, его наличие является необходимым условием назначения конкретного препарата, и это так называемая сопроводительная диагностика, либо это когда результат тестирования дает нам какую-то дополнительную информацию, позволяет группировать пациентов, разделять их на группы, которые могут получить большее преимущество от терапии, но не являются необходимым условием назначения, это так называемая комплементарная диагностика. Что было в прошлом году? В прошлом году расклад был вот такой. У нас был один сопроводительный тест, это 22C3 для пембролизумаба при немелкоклеточном раке легкого, и ряд комплементарных тестов, из которых некоторые на сегодняшний день уже не существуют. И в целом картина представляется вот таким вот образом. То есть количество сопроводительных тестов существенно расширилось, как для немелкоклеточного рака легкого, так и для опухолей других локализаций и другого гистогенеза. Целый ряд образований, в которых сохраняется комплементарная диагностика. Кроме того, есть ряд нозологических единиц и ситуаций, когда тестирование не дает информации для того, чтобы селектировать пациентов, либо неэффективно их стратифицируют, это, например, лимфомы, меланома или мелкоклеточный рак легкого для отеза лизумаба. То есть ситуация развивается довольно динамично, кроме того, имеется ряд клинических исследований для различных препаратов. Какие сложности сохраняются? Все равно у нас много клонов, клоны разные, они разработаны для конкретного препарата, для конкретной платформы, требуют оснащения технического, требуют своей реагентики сопроводительной. Но ситуация динамически меняется, и на сегодняшний день практически три клона имеют регистрационное удостоверение, что позволяет нам широко их использовать в нашей практике каждодневной, не только в учреждениях, которые относятся к научным. Но при этом сохраняется у нас и сайт-специфическая оценка, и препарат-специфическая оценка. То есть для того, чтобы адекватно оценить результат тестирования, мы должны знать, какой препарат, какая линия терапии, какая конкретно опухоль. Есть отдельные рекомендации по тому, в каких частях и клетках мы должны оценивать при различных образованиях, а где мы не должны оценивать, что мы должны исключить. То есть в целом подход к оценке сложный, довольно комплексный. И что еще осложняет нашу жизнь? Что помимо того, что много препаратов, клонов и платформ, у нас еще есть на сегодняшний день три системы оценки. Три совершенно разных подхода к количественному подсчету и выражению результата исследования. И это зависит не только от препарата, от локализации, от гистотипа опухоли, но и даже от линии терапии. Кроме того, что на сегодняшний день тоже является достижением, есть определенные формализованные требования к препарату, к образцу, который мы можем тестировать. Это, безусловно, условия преаналитические и препреаналитические, то есть это вариант забора материала, это условия его фиксации. Есть рекомендация, которая говорит о том, что для оценки теста нам необходимо не менее 50, а то из 100 жизнеспособных опухолевых клеток. С одной стороны, это довольно существенное ограничение, потому что, как правило, тестирование выполняется в ситуациях, когда пациентами распространенное заболевание, нет возможности получить большой объем материала. И, казалось бы, это существенный лимит. Но, как показывает практика, если мы говорим о подсчете, скажем, в опухолевых клетках, то при позитивном результате мы можем оценить его и при меньшем количестве клеток. При негативном, конечно, этот фактор становится важным. Кроме того, на сегодняшний день исключаются цитологические образцы. Эта ситуация тоже довольно стремительно меняется, потому что, скажем, за рубежом для немелкоклеточного рака легкого более 30% диагностических случаев – это именно малые образцы, в том числе цитологические, и клеточный блок на сегодняшний день, по крайней мере, за рубежом, приравнивается по своим аналитическим характеристикам и возможностям использования дополнительных методов исследования, в том числе предиктивных маркеров, к биоптату. То есть это тоже довольно условное ограничение, которое, я думаю, что в нашей стране в скором времени мы преодолеем. Хотя, если говорить о традиционных мазках или о жидкостной цитологии, там есть, безусловно, ограничения, особенно если мы говорим о вариантах подсчета с необходимостью оценки иммунных клеток или инфильтрата иммунного. Но то, что не изменится, это костные метастазы. К сожалению, после декальцинации оценивать PD-L1 в этом материале невозможно, интерпретировать результаты крайне сложно. И сохраняется вот этот вот пункт – это архивные материалы старше 5 лет. Сейчас очень много работ проводится относительно выживаемости антигенов в архивном материале, стойкости этих антигенов. И для PD-L1 были одни из первых исследований, которые показали, что материал, конечно, старше 5 лет, менее пригоден для тестирования в силу того, что и антигенные структуры разрушаются со временем. И это может быть связано и с условиями обработки материала в предыдущие годы, и с условиями хранения этого материала. Три системы оценки, которые сейчас уже более-менее формализованы, внедрены в нашу практику. Количество позитивных опухолевых клеток, довольно простой с точки зрения анализа тест, оцениваются только жизнеспособные опухолевые клетки, только мембранное окрашивание. Дискриминатором являются все жизнеспособные клетки. Для пембролизумаба используется IC-индекс или оценка иммунных клеток. Если вы обратите внимание, то это не подсчет количества, как в ТПС. Это подсчет площади. То есть здесь мы не говорим о количественных характеристиках, потому что с точки зрения анализа очень тяжело на иммуногисхимических препаратах именно определить штуки клеток, которые покрасились. Поэтому мы оцениваем именно площадь, которую занимают позитивные иммунные клетки среди всей площади опухоли, которая тоже имеет критериальное определение. То есть мы знаем, где заканчивается опухоль и перетуморальный инфильтрат в соответствии с принятыми критериями. Существует 4-бальная система на сегодняшний день в зависимости от той доли площади, которую занимают позитивные иммунные клетки. И довольно широко сейчас используется СПС. Это комбинированный скор, который позволяет нам учитывать и экспрессию на опухолевых клетках, и экспрессию на иммунных клетках. Но здесь, тем не менее, мы все-таки должны попытаться подсчитать штуки и лимфоидных клеток, и опухолевых клеток, и соотнести их с общим количеством жизнеспособных клеток. То есть заведомо, если мы будем сравнивать, если у нас все позитивные, у нас в числителе будет значение, значительно превышающее то, что есть в знаменателе. Поэтому этот индекс не является процентом, он округляется до 100. 100 – это предельное значение СПС, это безразмерная величина, и всегда целое число. И зачем я это показываю? Иногда хочется, так сказать, облегчить себе работу. У вас, допустим, есть заключение, в котором патолог оценил количество позитивных опухолевых клеток и оценил индекс IC. Но мы не можем простым каким-то математическим методом трансформировать вот эту отдельную информацию о позитивных опухолевых клетках, отдельную информацию о позитивных иммунных клетках и преобразовать ее в комбинированный с корой. Потому что там совершенно другая методика подсчета. В одном случае мы считаем штуки или единицы, в другом случае мы считаем площади. Поэтому, к сожалению, в такой ситуации, если уже был выполнен тест, но этот индекс не был оценен, нет необходимости выполнять тест повторно, но необходимо повторно оценить уже готовые препараты для того, чтобы этот индекс определить. И, кроме того, есть ряд вопросов, которые встают время от времени в исследованиях, чтобы целесообразно тестировать первичную опухоль, можно ли тестировать метастаз, целесообразнее тестировать метастаз или нет, насколько это влияет на то, насколько мы эффективно распределили пациентов на группы, и имеет ли значение тот тест, которым мы определяем PD-L1. Я уже говорила о том, что это масса клонов, масса тест-систем, и были работы, которые имели своей целью оценить аналитическую сходимость результатов различных тестов. Они были в целом неуспешны, потому что, несмотря на то, что, скажем, два из трех тестов показывали сходные с точки зрения аналитики результаты, третий тест совершенно выбивался из этой группы. И до сих пор, до этого исследования, не было так называемой клинической валидации или кросс-валидации различных тестов и платформ в плане распределения пациентов на группы в плане предиктивной способности этих тестов. Это исследование было выполнено на трижды негативном раке молочной железы. Это комбинированная химия-иммунотерапия. И пациентов тестировали при помощи трех тестов. 22C3 оценивался индекс CPS в соответствии с инструкцией и SP142. И вы видите, получилось, что клон 22C3 выявляет большую группу позитивных пациентов. Из них только под группой экспрессировал SP142. Но при этом различия выживаемости обнаружены как в выживаемости без прогрессирования, так и в общей, только для группы пациентов, которые имели двойную позитивность. То есть те преимущества, которые по выживаемости эти пациенты получают, определялись именно экспрессией SP142. То же самое касается сравнения в рамках одной платформы. Если у нас 22C3 – это платформа DACA, SP142 – это платформа Vintana, казалось бы, разные производители, разные платформы, то в пределах одной платформы сравнили два клона Vintana, это SP142 и SP263, и результат оказался такой же. Если говорить о выводах, то глобально 22C3 клон DACA и 263 клон Vintana, они по своим аналитическим способностям более близки друг к другу, чем кто бы то ни было. И зачастую в ряде случаев встает вопрос, можно ли заменить один другим, потому что стоимость у этих реактивов разная. Но даже в этом исследовании показано, что хотя у них исходные аналитические возможности, они не идентичны, и конкордантность результатов была меньше 90%. Все эти клинические результаты, клинический успех, который пациенты получают от тестирования, от иммунотерапии, определяются именно 142-м клоном, который по своим аналитическим способностям отличается от предыдущих двух и более эффективно выявляет клетки иммунного инфильтрата, в отличие от предыдущих, которые выявляют в большей степени опухолевой клетки. Поэтому ответ на этот вопрос – да, тест имеет значение. То есть на сегодняшний день мы приходим к тому, что когда речь заходит о PD-L1 тестировании, мы должны знать, что это за опухоль, мы должны знать, что это за препарат, мы должны знать линию, мы должны знать методику оценки, которая необходима в данной конкретной ситуации. Это наши сегодняшние реалии. Возможно, ситуация несколько изменится в будущем. Возможно, будут проведены исследования по клинической валидации результатов использования различных тестов, и тогда мы сможем их заменять или использовать какой-то один, может быть, в каких-то определенных условиях. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok